Уже 10 дней прошло с момента запуска в Харциске городской системы теплоснабжения. 15 октября, строго по плану, в дома Харцезян начал подаваться теплоноситель. В целом, как отмечают коммунальщики, пуск котельных прошел успешно. Впрочем, наверное, не бывает так, чтобы на начальном этапе отопительного сезона все проходило совсем уж гладко. Нынешний год не стал исключением. В настоящий момент все котельные города работают в штатном режиме. Впрочем, в некоторых квартирах теплее пока так и не стало. Жильцы многоквартирных домов продолжают обращаться в городскую службу единого заказчика с жалобами на холодные батареи после, казалось бы, вполне удачного пуска котельных. Проблема, отмечают в СЭС, обычно заключается в так называемой завоздушенности системы центрального отопления. Сейчас много жалоб, обращений у нас о том, что завоздушена система центрального отопления. Как бы обращаются, чтобы мы перепустили воздух через подвал. Ну, как все прекрасно знают, что скопление воздуха у нас собирается как бы на верхних точках. И через подвал в данный момент мы сейчас не можем протравить воздух, так как у нас котельная работает согласно температурного графика. Температурный график там, ну, у них в теплосети этот есть. Это у них где-то там 25 градусов идет, 27 идет температура. И при такой температуре и давлении мы не можем протравить через техподполье. Это раз. Во-вторых, через техподполье нам не разрешено травить, так как идет большая утеря воды. Проблемы возникли из-за того, что в некоторых многоквартирных домах жильцы верхних этажей до сих пор не стравили воздух из радиаторов. Образовавшиеся в системе воздушные пробки, в свою очередь, не позволяют нормально циркулировать теплоносителю. Хочу обратиться к жителям нашего города о том, чтобы стравливали воздух с верхних точек этажей. Если это девятиэтажка, то это девятый этаж, если это пятиэтажка, то это пятый этаж. Уже в том году я обращался к жителям. Кто не успел, у нас в этом году как бы процентов 20 жителей обратились о том, что они покупали краны Маевского. Мы их самостоятельно устанавливали, ну, своими силами. Как бы это и для нас хорошо, ну, и так же само для жителей. Не страдают там люди по стоякам. Те, кто поставили краны Маевского, мы как бы эту проблему вообще забыли на данный момент. Ну, те люди, которые отнеслись халатно к этому вопросу, они сейчас, ну, названивают к нам в службу и постоянно просят, чтобы перетравили воздух. Перетравка воздуха с тех подполья, даже если мы там, ну, стараемся, стык у нас, получается, стояки. Ну, час-два работает, и обратно завоздушивается система. Это бесполезная трата работы. В службе единого заказчика полагаются на сознательность жильцов верхних этажей многоэтажек. Лишь с их помощью коммунальщики смогут довести температуру батареи отопления в квартирах «Харцезян» до положенной отметки. Продолжение следует...